Здравствуйте! В эфире студия телевидения Аина Чик. Сегодня мы проводим открытый разговор и тема нашего разговора о том, есть ли платные или бесплатные образования в нашей стране. В студии присутствует Вера Балова, начальник главного управления образования, к Георгии Леичу, депутат Народного собрания, Любовь Захария, заместитель примара города Чедерлунга. Итак, первый наш вопрос. Мы сегодня поговорим о том бесплатном или платном образовании в системе школьных и дошкольных учреждений в рамках вот этих объектов. И мне бы хотелось, чтобы мы начали с того, как специалисты, депутаты и власть вообще относятся к тем позициям, которые сегодня существуют. Есть два мнения. Первое мнение о том, что у нас бесплатное образование в стране существует. И второе мнение о том, что бесплатного образования в стране нет. Давайте начнем, Вера Леонидович, нас вас. Ну, я заявляю для всех телезрителей, наверное, вообще, что у нас в Молдове бесплатное образование. Оно написано в законе об образовании в нашей стране. И оно регламентировано всеми документами правительства нашей страны. То есть дети поступают на обучение, приходят в первый класс, бесплатно обучаются. Обязательное образование у нас с первого по девятый класс, это гимназический цикл по заявлению, по желанию родителей и детей. Дети поступают на лицейский цикл образования и тоже завершают это образование. У нас бесплатное образование. На территории автономии у нас государственные образовательные учреждения, в том числе и детские сады. Есть одно частное образовательное учреждение, это турецкое, молдотурецкие лицеи в городе Чедорум. Если вы можете, Георгий Георгиевич, подхватить нашу тему. Мы будем согласиться с тем, что законодательно у нас действительно бесплатное образование. Это вытекает как из требований Конституции, так и из требований закона об образовании, который четко определяет, что образование в Республике Молдова является бесплатным. Речь идет, я подчеркиваю, о школьном и дошкольном образовании. Но фактически, к сожалению, в силу недостаточности финансирования, наличие значительного объема, скажем, проблем материально-технического обеспечения, прежде всего, школьных и дошкольных учреждений, во многих случаях это бесплатное образование носит такой эффективный характер. Имеется в виду не стопроцентно, безусловно, но значительная часть или значительное бремя содержания образования ложится на плечи родителей. Вот вы сказали о недостаточном финансировании. У нас представитель власти, Львов Захария, который, в принципе, знает цифры, как финансируются школы, если можете. Ну, я могу говорить все цифры только прошлогодние. В прошлом году по системе образования у нас было запланировано бюджет на 12 миллионов 585 тысяч лей. Уточненный бюджет был 14 миллионов. И исполнен был на 12 миллионов с копейками. И, естественно, есть у нас и задолженности по отделу образования. Это 1 миллион 750 тысяч. Я говорю про школы. И примерно такая же задолженность и по детским садам. Вот скажите, на ваш взгляд, вы работаете в премарии. Вот это финансирование, которое идет в школы, оно достаточно или недостаточно? И насколько недостаточно? Ну, вопрос достаточности и недостаточности, это чисто такой, на мой взгляд, риторический вопрос. Потому что есть бюджет, который нам спускает сверху, и есть те деньги, как мы их называем, живые деньги, которые мы собираем в виде налогов. То есть не всегда одно с другим совпадает. Поэтому возникают вот такие вот проблемы с финансами в сфере образования. Георгий Иванович, у меня к вам вопрос. Вот вы как юрист, скажите, есть ли в Конституции записано, что государство гарантирует бесплатное образование? Государство обязано его выполнять? Бесспорно должно выполнять. У нас много положений Конституции, где власти берут на себя определенные обязательства, в том числе и охрана здоровья. Ну, фактически получается, что время, как говорится, охраны этого здоровья уложится непосредственно на каждого человека в отдельности. Ну, за исключением, разве что определенной категории наиболее социально уязвимых, это дети, старики, которые не участвуют в формировании фонда, медицинского этого фонда. Но не могу не согласиться с Любовью Федоровной по поводу того, что исходим из реалий, есть ли эти средства, либо нет этих средств. Конечно, хочется, чтобы в каждой школе были компьютеры, чтобы в каждой школе материально-техническая база соответствовала тем стандартам, которые установлены в Европе, в тех же Соединенных Штатах Америки. Но мы живем посредством, вот из этого и надо исходить. А вот если государство в какой-то части не выполняет свой долг веры лично, то есть школы в принципе частично получаются платными. Скажите, вот законно, на ваш взгляд, вы работаете в системе образования, что родители свой вклад вносят в эти школы? И знает ли управление образованием о том, куда идут эти деньги? Значит, я начну с другого. И ответ мой будет такой. Значит, каждый год у Министерства финансов определяет, какую сумму денег на каждого ребенка нужно потратить в году в детском саду и в школе. Допустим, в этом году более 9 тысяч на ребенка выделено в детском саду. Это государство выделяет, это правительство. И более 6 тысяч на ребенка в школах. Мы знаем, что оплата за пребывание ребенка определяется государством. Но оплата за питание, это входит в состав этой суммы. И каждая примария вправе рассмотреть оплату. По правительственным документам 33% оплаты должны вносить родители. Но некоторые наши примарии принимают решение до 50% оплаты за питание детей в детских садах. Что касается школ, конечно, финансирование детей более 9 тысяч, а более 6 тысяч, оно себя не оправдывает. Это маленькое финансирование. Но я хочу сказать, что на территории автономии комплектность школ и наполняемость классов, согласно документам, которые на сегодня есть, она хорошая. У нас 22,5 детей, это наполняемость классов по норме 25. Но количество детей каждый год уменьшается. И если сравнить последние 5 лет, то у нас уменьшилось количество детей в наших школах более чем на 10 тысяч детей. Естественно, это сказывается. И хочу сказать по поводу дополнительных средств. Вы, наверное, имеете в виду ассоциации, которые создаются в каждом образовательном учреждении. Я имею в виду родительские деньги. Ассоциации, не ассоциации, не знаю пока, но имею в виду родительские деньги. Я говорю ассоциации, потому что я имею информацию, потому что делала запрос управления юстицией, сколько таких неправительственных организаций зарегистрировано в наших образовательных учреждениях на территории автономии? 58. Это и в дошкольных, и в образовательных учреждениях. Из них только на сегодня 3 организации прошли перерегистрацию. То, что требуется на сегодня сделать. Вот о каких дополнительных взносах я могу говорить. Естественно, даже сейчас мы проводим, я пример приведу экзамены, где изданы и приказы наши, и Министерство просвещения, где мы предупреждаем, запрещается сбор денег у детей и у родителей на организацию проведения экзаменов. Точно так и на остальные мероприятия. Мы предоставляем абсолютно все, что необходимо для обеспечения экзаменов. Абсолютно все. Могу попутно вас спросить. Вы пишете приказы о том, что запрещаете сбор денег на экзамены или на подготовку к экзаменам. Существуют ли у вас такие же приказы, где вы запрещаете сбор денег на капитальный ремонт? Значит, капитальный ремонт за счет родителей не проводится. Или я не знаю случаев, капитальный ремонт не может проводиться. Я хочу сказать, что очень много сделано в образовательных учреждениях с помощью грантов для того, чтобы этот ремонт провести. Действительно, это проблема. Просто не было планирования перспективного или стратегического в области капитального ремонта в образовательных учреждениях. Это проблема. Но на территории автономии можно посмотреть наши образовательные учреждения. Они находятся не в таком плачевном состоянии, как в некоторых районах. Но это недостаточно. Это недостаточно. Например, те образовательные учреждения, у которых плоские крыши, их надо заменять. У нас есть несколько учреждений, в которых надо заменить электричество и всю систему. За счет родителей или за счет... Нет, за счет государства и грантов. Мы сейчас всем рекомендуем принять участие в грантовых проектах, чтобы мы могли выплатить необходимые суммы этого гранта для того, чтобы мы могли использовать. Об этом чуть-чуть позже мы немножко еще поговорим. Мы вернемся к этому вопросу, Георгий Георгиевич. Вот Вера Линчина сказала о том, что у нас, в принципе, сбор денег на капитальный ремонт не сдаются. Скажите, вот вы работали в прокуратуре, были какие-то проверки плановые. У вас была такая информация, что есть где-то нарушение о том? Была, есть. Поэтому подробнее, если можно, расскажите. Да. Ну, во-первых, хочу сказать, что тот принцип финансирования, который осуществляет в Министерстве финансов, учреждения, школьных учреждений, ну, это примерно все равно, что назвать среднебольничной температурой. Потому что есть учебные заведения, построенные 50-70 лет, которые нуждаются в капитальном ремонте во всех отношениях и аспектах. Начиная от полов, прогнивших крыш, заканчивая отопительной системой, дверей, вокон и тому подобное. Есть более современные школы. И одно и то же финансирование идет. Вы понимаете о среднебольничной температуре? Это первая ошибка. Второе. Уже по сути, что касается тех самых родительских ассоциаций, к сожалению, все ассоциации на сегодняшний день, по сути, созданы только с одной целью. Целью сбора денежных средств для решения материальных нужд в школьных учреждениях. Не с целью содействия педагогическим коллективам реализации тех задач, которые стоят перед учреждениями образования, а именно только с этой целью. Вот эта гипертрофированность присутствует везде. И в Гагаузии, и в равной степени, и в других районах республики. Хочу сказать, я обладаю информацией по всей стране, что у нас происходит. И прокуратуры были вовлечены в проверки. И эти проверки уже, кстати, чтобы вы знали, носят систематический характер. По сути, раз в полгода или же квартально прокурор осуществляет подобного рода проверки и всегда сталкивается с одними и теми же проблемами, о чем я и говорил. В некоторых случаях эти ассоциации, даже регистрируясь, не ставят перед собой задачу сбора денежных средств и тем не менее осуществляют эту деятельность. В некоторых случаях эти ассоциации осуществляют сбор денег из родителей, которые не являются членами ассоциаций по закону. Эти денежные средства могут быть собраны ассоциацией только среди своих членов. Вы понимаете, о чем речь идет. Я уже не говорю о других, как говорится, проблемах. Вообще принцип добровольности игнорируется. Это основной принцип при осуществлении подобной деятельности. Принцип прозрачности не всегда соблюдается. Далеко не всегда все знают, куда и на что идут деньги. Принцип законности не соблюдается. Я уже привел вам пример. Соответственно, это и вызывает недоумение у родителей, и не только у родителей, а у общественных. В целом, на что же в конце концов идут эти деньги? Вы задавали вопросы по поводу роли государства в реализации конституционных положений о бесплатности образования. И это тоже сразу, как говорится, сомнение вызывает, что бывшая роль государства здесь присутствует или нет. Ну, конечно, присутствует, но далеко не в той степени, которая ожидается в обществе. Можно ли изменить эту ситуацию? Одним махом. При достаточном финансировании. Способны ли, имеем ли мы возможность на сегодняшний день? Очевидно, что нет. Это так. Не будем велить, потому что нет в государстве на сегодняшний день такого объема финансов с тем, что будет удовлетворить потребность общества в этой области. Можно ли, в принципе, привлекать родительские деньги? Да, можно. Но, подчеркиваю, только при строгом соблюдении законности, только при строгом соблюдении принципа добровольности, с тем, чтобы дети, чьи родители не способны оказать финансовую помощь в разрешении каких-то проблем, ни в коей мере не страдали. И вообще, чтобы никто не знал, я понимаю, это трудная задача, чтобы никто не знал об этих детях ни со стороны педагогического коллектива, ни со стороны членов ассоциальных, ни со стороны родителей. Да, и, наконец, последнее, ни один преподаватель, ни один руководитель учреждения не должен и близко подходить к вопросам деятельности ассоциации, связанных тем более со сбором денег. Отдельный вопрос будет по этой теме. Я хочу вернуться к местной власти и спросить Любовь Федоровна, но знает ли она о тех случаях, когда в садиках собирают первые взносы, о тех случаях, когда в школах собирают неподъемные, скажем, такие деньги? Безусловно. Все, что касается города, мы тоже живем здесь, мы знаем. Но, однако, мало кто осмеливается прийти и написать, допустим, официальный документ какой-то, пожаловаться. Особенно те, у кого дети маленькие. Люди боятся. Вот, например, я уже, не знаю, наверное, месяца два вот вне себя от ярости, потому что у нас есть заведующие, которые собирают по 100 евро, которые делают капитальные ремонты. И когда я делаю им замечание, они говорят, а что, Любовь Федоровна, родители так захотели. Я говорю, ну я-то знаю, как родители хотят. Но не у каждого сегодня есть 100 евро лишних, чтобы пойти отнести. Я говорю, чем садик, допустим, один отличается у нас от садика другого? Почему в один собирают родительский взнос 300 ли или там 100 ли, предположим? Почему именно в ваш садик 100 евро? Мне непонятно вот эта ситуация. Если бы кто-то осмелился написать, да, мы бы, естественно, обратились бы в прокуратуру, в управление, мы бы об этом сказали. Но люди боятся. Поэтому мы вынуждены это вот как-то куларно обсуждать. И, в общем-то, мы в курсе. И так, если коротко сказать, да, мы знаем. Эксперт из общественной организации посольства по правам человека заявил о том, что, в принципе, в последнее время все вот эти взносы имеют уже такой мошеннический характер. Вячеслав Цуркан, адвокат, председатель Международной неправительственной правозащитной организации посольства прав человека. Эти деньги не проходят через систему строгого бухгалтерского учета, а это создает, в свою очередь, систему, коррумпированную систему внутри системы образования, внутри Молдова. Родительские взносы в учебных заведениях знакомы всем родителям, дети которых ходят в школу или детский сад. Сначала требуют денег на учебники, затем на хозяйственные нужды, а потом и вовсе на капитальный ремонт. Собираются средства фонд школы и фонд класса, устанавливают всем одинаковую сумму и требуют оплаты. А это уже нарушение прав детей и дискриминация по отношению к ним, говорит эксперт. Я хочу в связи с этим спросить, раз у нас такие случаи есть в одних и в других учреждениях. Скажите, вот прокуратура, которая проводит эти проверки, она кому эти результаты озвучивает и где широко? Ну, реагирует. Во-первых, я уже почти год не работаю, долго с этим прокуратурой. Нет, вы просто знаете работу. Второе, я знаю, что ежегодно вносится значительное количество представлений с требованием устранения нарушений законодательства в этой области. Эти представления вносятся как непосредственно руководителям образовательных учреждений, так и в управление образованием, очевидно, вероятно, что подтвердят на моей практике. Во всяком случае, я такую практику применял, с тем, чтобы доводить до сведений, требовать внесения изменений. Но тут и другая проблема. Вообще, со стороны государства, это немножко как бы правильное выражение подобрать, чтобы не обидеть, как говорится, тем более я и сам, получаясь, представитель власти, в качестве депутата выступая, не совсем порядочно так поступать. Почему? Потому что мы должны исходить из того, что ни один учитель, ни один директор школы не желает участвовать в этих вопросах, связанных со сбором денег, поскольку это такие конфликтные моменты, вызывающие отторжение от общества и соответствующие реакции. Но их понуждает государство, создает условия и, по сути, толкает их на эти действия. Вот о чем речь идет. Это первая составляющая. Вторая составляющая, это то, что говорили о распределении. Вы сказали, что кто-то сказал о мошеннических схемах. У нас сколько было проверок, мы достаточно тщательно проверяли в свое время, не сомневаясь в том, что мои коллеги, как говорится, и сейчас занимаются, вполне ответственно этой деятельностью. Не было еще ни одного случая выявлено, чтобы эти деньги присваивались. Другого то, что они использовались не на самые, как говорится, рациональные цели. В том мае был случай, когда денежные средства, собранные родителям, были использованы на приобретение продуктов питания педагогическому составу в связи с экзаменом. Причем решение было принято ассоциацией, не педагогами, как говорится. Но это неправильный подход. Это дискредитирует, в принципе, вот эти мероприятия. Оно само по себе не вызывает, как говорится, одобрения. А тут еще и дополнительная дискредитация, то, о чем вы говорите, о возможностях злоупотребления, хищениях, коррупции, мошенничества и так далее. Кстати, тут еще одна подоплека присутствует, что вот эти сборы – это своего рода питательная среда для коррумпированности в системе образования. Потому что и психологически такой момент, согласитесь, те родители, которые больше вносят денежных средств, они ожидают, соответственно, и более такого положительного, позитивного, что ли, преференциального отношения отдачи к своим детям. И учителя, вольно-невольно, все люди, все обладают тем же, как говорится, комплексом психических, как говорится, таких критериев, ценностей. И они, исходя из этого, соответственно, и реагируют. Дети другие замечают это. Они, может, не смогут, как говорится, сформулировать и правильно сказать, но на их уровне они четко определяют. Этот любимчик, потому что деньги дают, этот нет, потому что у него родители, как говорится, бедные. Это самые страшные последствия, что может вызвать вот эта деятельность по сбору, привлечение денежных средств со стороны родителей. Я хочу дополнить. Значит, хочу, Георгий Иванович, поддержать, что прокуратурой ГГУЗИ, когда работал он прокурором ГГУЗИ, было много сделано, и сейчас продолжаются. Проводятся эти мероприятия, и действительно мы сотрудничаем, мы получаем представление после каждой проверки, и принимаем тоже решение, потому что мы обязаны по долгу службы дать ответ на факты, которые изложены. У нас есть директор школы, которого мы наказали, потому что факты подтвердились, и мы согласились с прокуратурой. У нас есть... Конкретно наказали как? Выговором, выговором, предупреждением, не было присвоения, но факты подтвердились о том, что сбор денег был, и человек не отрицал. Были факты, которые потом с прокуратурой уже сам директор оспаривал, что не точные факты, но мы предупредили тоже. Были указаны нам, чтобы мы уже передали своим руководителям, что необходимо оформление всех документов в рамках законодательства, требований, которые есть. Хочу сказать, в последнее время разработан проект положения, как оно должно быть выглядеть, и цели там указаны, о чем мы сейчас говорим, то, что раньше не было. Мы издали приказы не только о том, что запрещаем сбор. Мы провели семинар с директорами и детских садов, и школ, о том, что должна быть прозрачность собранных денег и расходов. Ни один педагог, ни один руководитель не имеет права участвовать в сборе денег. У этой ассоциации неправительственной должен быть бухгалтер, должны быть счета, деньги должны поступать на счета. Никто не имеет права касаться этих денег. Абсолютно согласна с тем, что 100% сдачи денег не должно быть. Должен быть дифференцированный подход к детям. Это только по желанию. И отчет по каждой копейке. Мы заставили сейчас, может это неправильно, чтобы в каждом учебном заведении были стенды, где указано, что приобретено с помощью родительских взносов. И проходят конференции родителей, на которых администрация учебного заведения составляет отчет о деятельности учебного заведения и, естественно, обсуждают, что необходимо сделать. Эта ассоциация должна помогать развивать наших детей и создавать совместно условия для интеллектуального развития детей. Хочу сказать, что положительно. В последнее время, допустим, ассоциация оплачивает книги, которые не может оплатить ребенок из социальной семьи. Это положительный аспект. У нас сейчас есть несколько учебных заведений, которые закупают путевки для отдыха детей. Это тоже положительный аспект для детей из малообеспеченных семей. Хочу сказать, что в последнее время совместно проводят ярмарки. То есть не собирают у родителей, это ассоциация, а совместно с учителями какие-то пособия, делают вместе игрушки и продают их. Несколько ярмарок. Это тоже хороший урок. И, кроме того, в последнее время у нас в этом году очень много было проведено ярмарок совместной ассоциации родителей, педагогов и детей. Сбор денег, которые сдавались в больницы для больных детей. То есть это социальная сфера, это положительно. Хочу сказать, что много делается для того, чтобы уйти от понятия, что сбор денег, это обязательно. Оно не обязательно. Еще раз говорю, запрещено педагогам и руководителям собирать деньги. Тем более, я знаю, что есть факты, когда есть расписки, где написано, сколько денег должен ребенок принести. Мы разбираемся по этим фактам. Но, к сожалению, если бы хотя бы кто-то написал обращение к нам, я вас уверяю, что мы не оставили просто так. Я бы, например, обратилась бы в прокуратуру. Потому что это факт, который не должен быть в наших образовательных учреждениях. Я возмущена тем, что в дошкольных учреждениях собирают деньги на ремонты. Возмущена. Я хочу обратиться к родителям. Не должны родители сдавать эти деньги. Я понимаю, что собирается группа родителей, очень такая активная, которые начинают говорить родителям, надо сдать, надо сдать. Одни могут сдать, другие не могут сдать. Поэтому, если есть сознательность у родителей, они не сдают. Я уже знаю, ко мне подходят и говорят, мы не сдаем эти деньги. Хочу сказать, что на сегодня мы сейчас расследуем один случай. Если факты подтвердятся, мы передадим в прокуратуру. Руководитель будет снят с должности. Потому что такой человек не должен занимать такую должность. Действительно, государство, может быть, и недостаточно финансирует, как бы нам хотелось. Но в последнее время мы благодарны людям, которые являются спонсорами образовательных учреждений. Это выпускники, это люди бизнеса, которые почему-то в этом году сами изъявили желание помочь учебным заведениям. Это положительно. Может быть, нам нужно говорить о меценатстве, которое когда-то было. Или о людях, которые сами приходят и говорят, вот у меня выросли дети, у меня есть игрушки, у меня есть одежда, я хочу передать в школу. Или у меня есть мягкие ковровые изделия, которые мы не используем. Мы бы хотели передать детским садам. То есть надо работать таким образом. Мы проводили тоже свое журналистское расследование и тоже выявили о том, что очень большие деньги из уст самих руководителей, очень большие деньги вкладываются для того, чтобы облагородить, скажем, актовый зал, где дети проводят свои утренники. И, в принципе, чем оправдывают руководители такое отношение к тому, что мы развиваем эстетические какие-то вкусы у детей, мы хотим, чтобы они были в красивом зале и так далее. Но цена вопроса очень дорогая. И вот я задаю вопрос. Как вы думаете, как педагог, разница в том, что пришел ребенок в садик, где шикарный зал, и возвращается он домой, где он живет в маленьком домике, где нет отопления, где нет ничего. Вот скажите, вот это воспитание этого эстетического вкуса идет на пользу этому ребенку? Когда у него отнимают эти деньги в семье, как бы, потому что мы все знаем, что добровольность, как вы сказали уже, что игнорируется. Принудительно. Принудительно отнимаются эти деньги у родителей для того, чтобы в учебном заведении или в дошкольном заведении была большая разница между помещениями, где ребенок прибывает. Вот может ли, допустим, я не говорю сейчас об образовательном управлении образованием конкретно. Я говорю сейчас в присутствии представителей власти. Вот совместно можно что-то такое выработать, чтобы действительно вот эти взносы, их размеры каким-то образом, если они, возможно, законны в какой-то степени или они добровольны, чтобы вот они были какие-то стабилизированы, уравновешены, так, чтобы они соответствовали интересам, не интересам, а соответствовали тому минимуму, который человек может сдать. Потому что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок воспитывался, полдня проводил в нормальных условиях. Вот кто может, какой орган может взять на себя инициативу? Вот не понимаю, и мы долго тоже разбирались с этим, мы не знаем, кто может такое позволить, потому что правительство не издало еще такого закона, парламент не принял такой закон, где можно позволить частично платное образование. Вот как быть в этой ситуации? И не будет. Мы противоречим несколько самим себе. С одной стороны, мы говорим, что государственные органы ни в коем мере, в том числе и педагоги, не вовлекались в эти процессы, поскольку это исключительно добровольное дело, это все имеет место. Потребность, если кому-то хочется интерактивную доску иметь в первом классе, и в третьем, как говорится, родители состояние приобрели. Другого вопроса, что вы абсолютно правильно подчеркиваете, что в этот же процесс на приобретение вовлекается и социально уязвимый, тех, которых нету, этих денег. Тут только разъяснение, только воспитание членов этой же ассоциации. Вот здесь, наверное, роль педагогов, руководителей учреждений образовательных более чем высока и должна быть, как говорится, заметна. Что нельзя, ну, вот у него такой статус, у него такая доходность, а у вас есть, как говорится, машина-домодача, а у них на хлеб с трудом они могут собрать, как говорится, не надо этого делать. Вот здесь, да, но, опять же, повторяюсь, только в части, как говорится, воспитания и не более. Законодательным образом запрещать эти вещи невозможно. Ну, потому что многие рассматривают это как пожертвование, как добровольные какие-то вливания в вклад свой в образовательную систему. Я вернусь к этим случаям, которые имеют место, потому что мне тоже очень много случаев известно, когда начинают требоваться родители денег, и люди звонят сюда, потому что мы давно уже занимаемся этим вопросом, освещаем его периодически. Любовь Федоровна, вот есть все-таки, мы знаем эти учреждения, мы их просто пока не называем, но где собирают такие действительно большие взносы? Скажите, вот как местная власть, учитывая, что все эти руководители имеют какое-то, находятся в подчинении местной власти, можно с ними проводить какие-то мероприятия, разъяснительного характера? Я хочу сказать, что в подчинении они относятся к управлению. В методическом плане, да? Да, в методическом это они, мы больше все, что связано с техническими моментами. Конечно, мы с ними говорим. Естественно, каждый из них рассказывает о том, что как им тяжело, какой им нужен ремонт, какие унитазы они хотят красивые установить, и все остальное. Я, например, считаю, что с ними говорить мало, им нужно одного-двоих наказать, и это все прекратится, потому что эти случаи известны. Кроме того, ко мне буквально недавно пришла женщина, и я говорю, зачем вам идти в этот садик, если у вас попросили там деньги, идите в другой там день и просят. Она говорит, да я готова сегодня дать эти деньги. Вы понимаете, родители сегодня с готовностью отзываются на просьбы заведующих, директоров и так далее. Поэтому как-то вот воспрепятствовать этому мы сейчас, я не вижу такой возможности воспрепятствовать. Единственное, что педагог должен иметь прежде всего совесть, и педагог должен немножечко хотя бы почитать закон об образовании, посмотреть, что он должен своим примером, своими действиями заниматься образованием, а не финансовыми решениями проблем. То есть есть на это другие какие-то учреждения и органы. Скажите, я уже перехожу к вопросу о санкциях, нарушениях и так далее. Может быть, я бы дополнила немножко. Да, пожалуйста, если бы. И вы знаете, вот первую ассоциацию в ГГУЗе, в принципе, создала я когда-то, будучи директором лица и кубога. Взносы, которые были от родителей, по желанию родителей, это 15 рублей, 15 лейф. Их было достаточно на целый год. То есть это было направлено на мероприятия, которые мы проводили совместно с родителями, с детьми и так далее. Но я хочу вам сказать, что немножечко и общество не понимает. Я возвращаюсь к тому, что у нас образование все-таки финансируется из нашего государства, оно государственное. И об этом забывают, к сожалению, некоторые руководители и не знают родителей. В дошкольное образование у нас с трех лет дети поступают в детский сад. С трех лет предусмотрено. Но у нас хотят родители раньше трех лет, с двух лет. И поэтому начинают приводить ребенка, предлагают деньги, запишите, возьмите моего ребенка. То есть вот на этом этапе я считаю, что если родитель, который имеет от правительства дотацию до трех лет за ребенка и желает выйти, какую-то сумму он должен вносить сам. Потому что государством не предусмотрено финансирование ребенка до трех лет. Это спорный вопрос, но это мое мнение. С трех лет ребенок посещает детский сад, но с пяти до семи лет он обязательно должен быть в образовательном учреждении, чтобы мы его подготовили к школе. И выделяются деньги. Я хочу вам сказать, что Министерством просвещения и правительством последние буквально два года очень много проектов внедрены в дошкольном образовании. У нас на сегодня в Гагаузии 59 детских садов. Мы получили транши, игрушки, конструкторы, которые мы бы не приобрели на хорошие суммы. Они дорогие. Это международная организация Лего поставила. Мы уже второй транш по конструкторам получили. Все детские сады мы учет ведем. Получают эти конструкторы. Кроме того, игрушки. Мы получаем... Сейчас семь центров создано дошкольных детских садов. Никогда этого не было. Это и компьютеры мы не получили, и проекторы получили. Мы сейчас не говорим о том, что получили. Нет, я хочу вот о чем сказать. Мы эту проблему, вернее не мы, а те люди, которые создают ассоциации, создают проблему искусственно, что необходимо столько денег, потому что учебное заведение не сможет финансироваться в достаточном уровне. Теперь, если говоря о дошкольных, я немножко сказала о школах. С 1 января новая формула финансирования. В этом году по формуле первый год, сколько недостаточно будет, государством датируется до 100% недостающие деньги, финансы. Но руководители учебных заведений должны нести ответственность. Они должны составить план мероприятий эффективного расходования денег и должны нести ответственность. К сожалению, менеджмент финансовый немножечко у нас не на таком уровне. Надо считать каждую копейку, выделенную государству. И пользуясь тем, что депутат Народного собрания Георгий Иванович здесь, я думаю, что у нас есть одна проблема – финансирование, изучение нашего родного языка. Нам необходимо 11 миллионов, но это не родители должны дать. У нас очень много проблем в образовании. Я сейчас хочу вернуться к тому, что вы сказали, что дети, которые будут ходить до 3 лет и получают какую-то дотацию, потому что с 3 лет финансируется государством, а до 3 лет нет. Значит, в связи с этим у меня вопрос к депутату Народного собрания. Георгий Иванович, в Гагаузии уже известно о том, что или есть какой-то закон, утверждался ли в Народном собрании о том, чтобы мы имеем право принимать такой закон и брать детей до 2 лет на дотацию. В смысле на доплату за счет родителей. Не было такого нормативного. А без закона могут дети ходить в садик до 2 лет? Это методические указания, я так понимаю. Я ни в одном нормативной законе, во всяком случае, эти ограничения не прописаны. Предполагаю, что это исходя из каких-то критерий, педагоги лучше знают, они специалисты в этой области. Пришли к выводу, что от 3 лет... Я говорю не о педагогическом моменте, я говорю о финансовом моменте. Вот закона нету. Человек пришел, у меня есть ребенок, я привела его в садик, ему нет 3 лет, мне говорят, по 2 половину заплатите. Куда платить, на основании чего платить и сколько платить? Нет такого закона. И я подозреваю, что когда это, скорее всего, правительственные нормативные акты, потому что в законе такие ограничения не могут быть в принципе. И предполагаю, что правительство исходило не с точки зрения отсутствия финансов, а с точки зрения его психофизического развития и насколько возможно этого ребенка вовлечь в образовательную систему дошкольных учреждений. Поэтому необходимость принятия этого закона абсолютно не имеется. Просто надо исходить из того, что одни дети к 2 годам развиваются или доходят до уровня 3-х летнего, другие чуть позже доходят до этого уровня, догоняют их, знаете, как дети. Одни раньше начинают разговаривать, ходить другие позже, но потом к определенному возрасту они достигают, как говорится, одного уровня. Понятно, то есть это нормативный акт правительства, да? Да, да. Все понятно. Это не может быть. Ну, вообще, Вера Мишна, честно говоря, не могу понять, как руководители учреждений образовательных могут планировать свою работу по эффективному использованию тех денежных средств, что им выделяется исходя, тем более мы определили среднюю больничную температуру, как говорится, на такое-то количество детей. Есть ли, они не влияют абсолютно на цены, на газ, на свет, на воду и так далее, и так далее, это процентов, наверное, 60-70 финансовых средств забирают. Да, до 70. Они не могут повлиять на уровень заработной платы. Учителя, извините, есть тарификация, есть часы и так далее и тому подобное. Они не могут уменьшить количество часов, тоже определенным министерством. Я так предполагаю, что указано вот такое-то количество часов должно быть по такому-то предмету, по другой дисциплине и тому подобное. То есть у них простор остается очень маленький, вот такой зазорчик. Я не специалист в этой области, но проанализировав сегодняшнюю ситуацию, я прихожу к этому выводу и полагаю, что вот эти проблемы недофинансирования сохранятся и в будущем, а следовательно и вот эти сборы тоже сохранятся. Вот о чем речь идет. Я хочу перейти к следующему. Можно дополнить? Сейчас, да, в конце концов. Откуда можно экономить? Вопрос задали. Сейчас, нет, вопросы задаю я. Дело в том, что вы можете себе отметить и вы потом дополните. Дело в том, что я хочу вернуться к цене вопроса о том, сколько родители вкладывают в образовательную систему. Но подсчитано общественной организацией Веста, они проводили специальный опрос, что родители в общем в течение года во всех учебных заведениях в совокупности вносят 13 миллионов. Это неплохо. Это в Гагаузии? Это в Гагаузии, только в Гагаузии. Потому что исходя из того, как отвечали на анкеты родители, как отвечали руководители, и есть видеоматериалы, где родители, скажем, ряд населенных пунктов, как Казаклии, там, Кангас и так далее, вносят определенную сумму. Но... Сколько учеников у нас? Да. У нас вообще 17 тысяч. Я хочу показать, вот есть у меня сделанные графики, есть опрос весь, есть анкеты, и опрошенные родители отвечают, что они вносят от 200 до 500 лей только за ремонт. Это в сельской местности. И в принципе, исходя из того, что они отвечали, это в совокупности 13 миллионов лей. Цена вопросов 13 миллионов лей. Вот я почему задала вам... Я вам до этого задала вопрос, а какое финансирование вообще имеет школы в совокупности на территории Гагаузии, что 13 миллионов — это вклад родителей. И хотелось бы выяснить, какой это процент. Вот сам процент великий нам показалось. Почему? Потому что если считать из того, что они только на ремонт вносят, но я тоже имею ребенка, и вы имеете внуков, и вы имеете детей, и вы прекрасно понимаете, что фонд класса собирается, фонд школы собирается, на тесты собирается, на подарки собирается, и ряд других вопросов. И тоже общественная организация провела опрос и выяснила, что вот на такие моменты сбор денег осуществляется. Есть еще пару пунктов, где в нескольких школах перечисляется мебель, там оборудование, крыша, территория, канализационные трубы и так далее, но это единичный случай. Вот цена вопроса. Скажите, у меня в связи с этим до программы возник вопрос, у нас образование — это право, или у нас образование — это услуга, или товар? Вот мы что покупаем, вкладывая 13 миллионов? Право учиться в бесплатной школе, или же мы получаем услугу на эти деньги, или же образование — это товар, который хочешь покупай, хочешь не покупай. Вот насколько я знаю, что образование, по крайней мере среднее, общее образование, оно должно быть доступно всем. Абсолютно верно. Гимназище. Вот если можно коротко, как вы видите, это услуга или товар, или право? Во-первых, право записано в Конституции. Каждого человека иметь образование. Государство иметь обязанность обеспечить это образование. Мы уже об этом говорили. Но я другое хочу сказать. Вот эти данные, которые вы сейчас привели, для меня удивительны. Почему? Потому что я вам сказала уже, что мы с 1 января финансируем образовательные учреждения доуниверситетские по новой формуле. У нас сейчас в региональном компоненте, который мы сохранили, и сейчас обсуждать будем, какие школы должны получить дотацию. Из центрального компонента у нас 13 миллионов. То есть та сумма, о которой вы сейчас говорите. Я делаю вывод, что искусственно создается требование в образовательном учреждении, чтобы родители в таком объеме вносили финансовые средства. Мое мнение такое, что очень многое делается при мареи на территории автономии, то есть органами местного публичного управления. Очень много народных собраний изыскивает средств для того, чтобы можно было профинансировать образовательные учреждения. Вот эти дополнительные необходимые капитальные ремонты или даже закупку мебели исполнительным комитетом. Поэтому вот это все искусственно. И пожалуйста, по одной минутке еще даю вам ответить на этот вопрос. Как вы это видите? Почему? Потому что для зрителя, я думаю, что очень важно услышать мнение компетентных людей. Право, услуги и условия. Товар. Или товар, да. Ну, наверное, все-таки услуги. Потому что право, каждый имеет доступ к образованию, каждый ребенок посещает и никаких ограничений, как говорится, получения образования ни один ребенок в ГУСИ не имеет, как и в целом по стране. Другой вопрос, что условия, то есть те самые услуги, о которых вы говорите, да, требуют каких-то денег. Я, правда, не знаю, в процентном отношении, Вера Минична напомнит мне, сколько у нас финансирование образования. Ну, 80% из бюджета автономии. Нет, нет, это значит где-то 300 почти, ну, 200 миллионов рублей. То есть в общей сложности это получается менее 5%. Да, у нас 13 миллионов. Да, где-то так. Да, что эти 13 миллионов, но я уверен, даже если эти 13 миллионов будут, значит, направлены в школу, все равно сбор денег не прекратится. Вот о чем речь идет. То есть абсолютно правильная любовь в этом сказала. Жестко надо пресекать, да, возникают какие-то потребности. Значит, если эти потребности соответствуют стандартам, да, пожалуйста. Ну, хотят еще плюшевую мишку, как говорится, каждому ребенку в 10 классе, чтобы они имели там рядом с собой, чтобы было. Ну, я несколько утрированно вот так высказываюсь, но тем не менее, эти вещи, конечно, тоже должны каким-то образом, наверное, пресекаться. Государство, если берет на себя обязательства финансировать, оно должно брать и обязанности вот такого рода, как с посещением. Если есть что добавить, пожалуйста, если нет. Я считаю, что это право каждого человека получать образование бесплатное, но этими правами надо еще уметь пользоваться. То есть нельзя себя загонять в угол и давать возможность кому-то из твоего собственного, из честно заработанных денег что-то еще себе приобретать. Ну, как себе, вот для учебного заведения. Нет, оно должно быть обосновано, чтобы это не перерастало, как вы говорите, в товаро-денежные отношения. Хочу, чтобы в конце нашей программы мы обсудили вопрос о том, что да, действительно, я поняла из нашей беседы, что официальные платы, которые можно требовать от родителя, их нет. То есть не существует документа, который обязывает родителя вносить какие-то официальные платы. Но у меня в связи с этим еще один вопрос. Вера Ильинична знает, и вы знаете о том, что существует положение, о сотрудничестве родительских ассоциаций с учебными заведениями. Вот в рамках этого положения мы уже немножко с вами говорили, и я обещала вам вернуться. Что требует это положение о сотрудничестве? О том, что ассоциации, сейчас не буду говорить, законные, зарегистрированные, они где-то есть уже сформированные, где-то, если не зарегистрированные, то уже были семинары, в которых разъяснялись, как их регистрировать и так далее. Но само положение о сотрудничестве предусматривает материальную помощь со стороны ассоциаций для школы. Другой вопрос, что ассоциации должны сами разбираться в том, насколько, в каком размере они будут помогать этой школе. То есть уже есть, сказать словом мотив, не знаю, правильно, неправильно, но есть уже где-то какая-то лазейка о том, чтобы школа могла требовать деньги у этой ассоциации. Ассоциация в таком случае обязана собирать эти деньги. Там не требовать. Там они вправе. Сама ассоциация может выявить инициативу и предоставить, как говорится, для школьных учреждений какую-то финансовую помощь для материально-технического. Но обычно не финансовая. Чем? Ну да. Материально-технический. Каких-то материально-технических потребностей. Вы знаете, все бы это хорошо. Ведь согласитесь, что возмущение вызывает даже не сам факт требования денег. То обстоятельство, что если ты не дашь эти деньги, это отразится на твоем ребенке. Если мы сможем сможем предотвратить вот подобное развитие событий, если мы сможем создать механизм, позволяющий нам быть уверенным в том, что те родители, которые не хотят, неважно даже, если они в состоянии дать, просто не хотят давать. Есть такая категория. Да, ну и что? Это их право. Это их право. Не хотят. Даже при наличии возможностей. Значит, я уже не говорю о тех, которые не могут давать эти деньги, не могут участвовать в силу своего тяжелого материального положения, значит, участвовать в сборе вот этих финансовых средств. Чтобы это не отражалось ни в коей мере на детях, то есть они так же получали образование, к ним было такое же отношение, их так же оценивали, как и всех остальных, которые дают эти деньги. Тогда, я полагаю, вот этого вопроса и в принципе не было. Мы же не осуждаем людей, извините, когда они поману дают кому-то вот это, правда? Может быть, не совсем удачное сравнение, мы же не осуждаем людей, когда спонсорство, правда ведь вот это? Это входит в какие-то традиции, обычаи наши. Это нормальное дело, извините, когда ребенок рождается, ты идешь, как говорится, с той же бутылкой шампанского сам проявляешь инициативу. Это тоже как элемент традиции. Я хочу вам возразить, Георгий Георгиевич, в том плане, что когда человек раздает поману, он не должен иметь бухгалтера, он не должен иметь счет, он не должен иметь никаких оснований для этого. У него есть 5 копеек, 5 рублей, 50 рублей, он увидел, что там вот, он отпустил туда, и он ничем больше не руководствуется, кроме как внутренний мир, внутренними побуждениями. А когда в школе заявляют о том, завтра всем по 150 лей, это уже не помана. Нет, все правильно. Я об этом-то и говорю, что правильно. Но там общественная организация. Можно мне сказать? Я сейчас просто в диалог вступила с Георгием Георгиевичем. Вы сказали, образовательное учреждение не требует. Но я вам зачитываю положение, которое подписано Шлифтицким. Могу даже сказать, что... При нем. При этом министре... При нем. И вот девятый пункт этого положения говорит о том, что образовательное учреждение требует от объединения, выделения финансовых средств только посредством письменного ходатайства. То есть все-таки требует, неважно, письменно или устно, значит, все-таки требует. Я думаю, что он имел в виду... Прилагая смету расходов и размер бюджетных выплат на покрытие таковых. То есть, когда мы очень много на семинаре говорили об этом, значит, я почему уточняю сейчас, потому что многие моменты может быть и мне непонятны. Требует, пишет ходатайство, что школа требует помощи от ассоциации родительской на... и перечисляет. Первое, установку дверей, 100 евро. Второе, проведение таких-то работ, столько-то. И ассоциация в обмен должна рассмотреть это ходатайство и написать, сколько выделяет и на что, если считает это целесообразным. В принципе, механизм установлен, но это требование со стороны учебного заведения. Вот почему я говорю, учебное заведение все-таки требует этих денег от ассоциаций? Нет, не требует. Можно мне наконец-то сказать? Да, можно. А вы знаете, на мой взгляд, идею родительских ассоциаций немножечко неправильно поняли сами педагоги. Вот как я это вижу? Значит, ассоциации нужны для чего? Для того, чтобы родительский какой-то коллектив, который имеет там, как вы сказали, бухгалтера, еще кого-то в Штатах, они объединяются для создания вот на базе этого учебного заведения. То есть, они могут писать проекты, они как общественная организация, совместно с директорами школ, они смотрят, какая у них есть проблема. Они эту проблему описывают, в какие-то вот рамки одевают программные. Они участвуют, защищают свои проекты, они звонят в посольство, пишут, обращаются, привлекают к этой работе примарию, другие органы власти. Эта ассоциация нужна не для того, чтобы просто ходить и собирать деньги. Ассоциация нужна для того, чтобы эти люди работали на базе этой школы, совместно со всеми, со всеми, со всеми. Вот пока вот буквально месяц назад у нас был определенный семинар, вот обучающий для директоров школ, для председателей вот этих вот ассоциаций. И надо сказать, что никто из руководителей школ и председателей ассоциации на этот семинар не пришли. Пришли детские сады заведующие, да, им это было интересно, особенно те заведующие, которые молодые, которым это интересно, которые понимают суть этого. Те, которые постарше, им это не интересно, им проще собрать деньги у кого-то. А школы, они абсолютно были аморфны, то есть они не хотят даже говорить на эту тему. Хотя были очень серьезные предложения, которые можно было рассматривать и прямо адресно им вот человек, который вел семинар, адресно говорил, вот сюда можно написать, сюда, сюда. Всегда вызывает сомнение те моменты, когда на семинаре, кстати, я присутствовала, освещала этот семинар. У меня же опять, наверное, будет сейчас юридический вопрос. Да, будет юридический вопрос в том плане, что рекомендуют директорам школ просить деньги у ассоциаций, если у них эти деньги есть, они считают целесообразным помочь школе в дидактических целях, методических, образовательных таких. Но встает директор школы на этом семинаре и говорит, а почему я должен просить у этой ассоциации эти средства? Почему я не могу этого родителя направить прямиком в банк на счет школы и эти деньги, чтобы этот родитель положил на счет школы, а не на счет родительской ассоциации? Я буду пользоваться, да? Чтобы эти деньги не оседали в ассоциации, чтобы я их у них не просил. А я открываю счет, в смысле иду с банка, считаю, допустим, сюда нужны расходы, снимаю эти деньги, с родительскими комитетами это обсуждаю и покрываю эти расходы. Был ответ один, специалист сказал, что в принципе и так можно, и так можно, но был другой ответ категоричный, что нельзя так, потому что школы все-таки бюджетные организации, куда нельзя вносить деньги. Кто был в этом случае прав? Последний был прав, нельзя ни в коем случае, и не только потому, что бюджетные организации, так как говорится, техническая составляющая, что у налоговой инспекции есть определенные нормативные акты, регулирующие те или иные отношения, в том числе и по сбору. Мы говорим о принципах, мы уже сказали, есть конституция, есть закон о образовании, четко определяющие источники финансирования учебных заведений, все, там четкий исчерпывающий перечень, есть спонсорство, но нету сбора родительских денег. Я прочитал внимательно вот это положение, все-таки я считаю, что я прав, не требуют они, не могут и близко требовать, министр несколько неудачную формулировку использовал здесь, потому как здесь речь идет, что руководство школы может требовать из накопленных средств, то есть сам сбор должен осуществляться добровольно, тот кто хочет и кто может и исходя из собранных денег уже сама администрация может предложить, вот уважаемая ассоциация, вот у нас такие проблемы, вы не знаете, что у нас там двери нету, сквозит, вот дети заболели, у нас тут батарея лопнута там и прочее, хотя опять же повторяю, что речь идет не о капитальном строительстве, а о других вещах, что мы можем устроить какой-то конкурс, как вы считаете, вот предлагает и обязательно указывает смету, почему именно 100 евро нужно для этого, а не 50, что вот на те иные цели идут, вот о чем речь идет-то, хотя повторю, что даже и в этой части неудачная формулировка у министра. В принципе, все вопросы, которые мы должны были обсудить, мы обсудили, в конце хочу подвести итог, если у вас нет никаких ремарок, поправок и дополнений, хочу подвести итог и в конце просто, скажем так, обратиться к телезрителям и итогом нашего, нашей беседы должно стать ваша позиция, ваше мнение, помогать школе, как помогать школе, или сдавать деньги, не сдавать деньги, или что делать для того, чтобы не требовали много денег. Могу одно сказать, что родители должны четко понимать и знать, что если вдруг ущемляет их права и кто-то, неважно, администрации, другие члены ассоциации требуют от них денег, от которых они не могут отказаться и не имеют желания и возможности, это неважно, они могут обращаться как к прокуратуру, так и в другие государственные органы, уверяю вас, меры будут предприняты, причем срочно и адекватно. Одновременно хочу обратиться и к педагогам. Несмотря на те трудности, которые вы испытываете при претворении задач, поставленных перед вами, те условия, тяжелых которых вы оказываетесь, не позволяйте себя вовлекать в эти процессы. Эти конфликтности не стоят того, чтобы вы потеряли, как говорится, свое имя, и то, что мы сейчас обсуждаем, чтобы общество осуждало вас. Если родители хотят, пусть добровольно делают. Вы можете единственное подсказать, что вот есть проблема такого рода. Хотите помочь, разрешить? Пожалуйста, не хотите, ну что же делать, будем с этим проблемами жить. Спасибо. Я считаю, что зависит от руководителя образовательного учреждения, зависит от педагогического коллектива образовательного учреждения. Во-первых, они должны очень хорошо сотрудничать, доверять друг другу. Во-вторых, должна быть прозрачность желаний, которые необходимы для того, чтобы детям было уютно в этом образовательном учреждении. Но государство прописало во всех законодательных актах, мы обязаны в образовательных учреждениях давать качественные образовательные услуги. Это цель образовательных учреждений на территории нашей страны автономии. Поэтому я считаю, что педагоги и руководители должны знать, основная цель поставлена государством. Побочные цели, которые появляются у образовательного учреждения, они должны быть в определенных мерах, в правовых нормах, и каждый педагог должен знать, что есть статус монетира педагога, чтобы потом не позорить звание педагога. Я говорю, как руководитель управления образованием ГГУЗИ, потому что важно, чтобы каждая учебная заведения имела свой имидж, качество образования, но не услугу. Мне кажется, что родители, безусловно, должны каким-то образом участвовать в развитии учебного заведения. В какой это будет степени выражаться, допустим, какими-то активными действиями, написанием тех же проектов или сбор каких-то денег. Это все на уровне их сознания. Но мне кажется, что если учебное заведение дошло до того, что они выиграли какой-то проект и требуется поддержка родительского состава, безусловно, да. Но когда мы говорим о каких-то мелочных, я не знаю, вот захотелось руководителю поменять унитаз или себе заменить окно в кабинете, это нет. То есть есть вещи глобальные, а есть неглобальные. Я за то, чтобы это было глобально, чтобы проблемы решались сообща и быстро. И вообще на территории ГГУЗ, если будут проекты какие-то выиграны образовательными учреждениями, и исполнительный комитет, и народное собрание будут выделять деньги на контрибуции, чтобы эти проекты пришли в автономию. Поэтому важно принимать участие, и важно определиться, нельзя собирать деньги, и не имеем права ни одному педагогу брать деньги у родителей. Однозначно. Я из всей нашей беседы сегодня вынесла то, что если родительские ассоциации хотят сотрудничать с общеобразовательными учреждениями, они это могут делать добровольно, они это могут сделать в таком размере, в каком они могут, и естественно это сотрудничество должно пойти на пользу образования, не капитальный ремонт, не образовательный, решать образовательные цели. С нами сегодня в открытом разговоре на тему платное и бесплатное образование участвовала Вера Балова, начальник управления образования Гагаузии, депутат народного собрания Георгий Георгиевич Лейчу и Любовь Захария представитель или заместитель примара города Чедерлонга. С вами была ведущая Любовь Касым, спасибо всем и до свидания. Спасибо.